Привет, с вами Вилсаком, считанные дни остались до демонстрации iOS 10, в этом видео я предлагаю поразмышлять, что нас там ждет. Поехали! Выиграй iPhone 6s Plus на 128 гигабайт и компенсацию до 100 тысяч рублей на билеты мечты от Вилсаком и сервиса по поиску авиабилетов Мамонда в простом конкурсе, подробности по ссылке в описании. Удачи! Для начала, наверное, огорчу обладателей iPhone 4s, iPad mini, iPad 2, а также iPad третьего поколения, есть ощущение, что iOS 10 устройства на чипе A5 и A5X поддерживаться не будут. В свое время A5 был могуч, а сейчас ему пора на пенсию. Это рассуждение я основываю на том, как работает iOS 9 на старых устройствах под управлением A5, все плохо, и поэтому есть ощущение, что линейка будет выглядеть следующим образом. Также есть ощущение, что каких-то глобальных изменений, как во времена перехода от iOS 6 к iOS 7 в iOS 10 мы не увидим. Но надеемся на доработку определенных элементов системы. Центру управления дайте уже возможность менять расположение иконок, как мне нравится. Ну и 3D Touch в центре управления просился с самого начала, да и Night Shift можно чуть-чуть допилить, хотя фича и сейчас вполне юзабельна. И Apple, дайте возможность менять верхний ряд иконок. Я хочу вместо блокировки экрана быстрый доступ к режиму модема, и почему у меня нет такой возможности? Вот так вроде мелочь, а простая доработка центра управления уже сделает многих людей крайне счастливыми. Из проверенных источников приходит информация, что в iOS 10 появится темная тема, которую можно будет включать по собственному желанию. Сервисом Apple Music пользуется сейчас 13 миллионов человек, однако у компании большие планы по изменению интерфейса, и они случатся уже совсем скоро в iOS 10. Вообще, кроме интерфейса, хотелось бы увидеть и новые фишки какие-нибудь, потому что Apple Music крутой, но недоделанный. Есть еще большое количество фишек, которые на самом деле присутствуют в Android, и по каким-то, не знаю, старым причинам нет в iOS. Например, камера хорошо бы научилась читать QR-коды, бар-коды, это было бы удобно. Да и настройки камеры хорошо бы из отдельного меню, черт знает где, засунуть в саму камеру. Например, выбор качества записи видео, ну пипец неудобно сейчас. Есть достаточно серьезный слух, что в iOS 10 Apple разрешит удалять ненужные системные приложения. Места они много и не занимают, но раздражают, если не нужны. Еще в лохматом 2014 году я обламывался из-за того, что iMessage нет в вебе, а сейчас есть слух о том, что iMessage придет как отдельное приложение на Android, и это на самом деле круто. Я уже даже не говорю о такой простой вещи, как отдельная кнопка до чертовых эмоджи, которые пипец постоянно мешают. И, чуваки, если у вас есть iPad Pro и вообще пост-PCR, а почему бы на iOS не сделать некий аналог Finder, а было бы круто. Да и работу двух приложений на iPad можно как-то улучшить, добавив возможность взаимодействовать этими самыми приложениями друг с другом, прямо на одном экране. И это просится, это хочется, и это будет чертовски удобно. На самом деле я реально надеюсь, что Apple не бросит этот режим как, не знаю, горизонтальный в iPhone 6 Plus и 6S Plus и сделает еще прям круче. На экран рекомендации Siri можно добавить музыку и вообще его немножко так преобразить, сделав более полезным. Уже даже не говорю о том, что Siri хорошо бы научиться полноценно работать со сторонними приложениями. После так себе iOS 8 и iOS 9 очень хочется, чтобы Apple постарались и сделали красивую десяточку. Если вы ждете iOS 10 и вам понравился видос, ставьте лайк, смотрите презентацию WWDC 13 июня вместе со мной, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер и пишите в комментариях, чего вы ждете от iOS 10. Пока!